Джеймс Кук, Граф де Лаперус, Юрий Лисянский, Иван Крузенштерн. Судьбы этих отважных мореплавателей легли в основу книги Николая Чуковского «Водители фрегатов». С ней Татьяну познакомила мама в 11 лет. Истории о героических путешествиях и великих открытиях сразу запали в душу. И до сих пор это произведение остается самым любимым. Эту книгу я перечитывала три раза. Я верила, что все герои вернутся домой. Да, я фантазировала, я была ужасной фантазеркой, поэтому книги, они всегда помогали мне развиваться этой фантазией. Благодаря изобретательности дедушки, который часто вырезал из обычной газеты буквы и учил их складывать слоги, Татьяна уже к пяти годам хорошо читала. Особую роль сыграла и мама. Она часто приносила домой интересные произведения различных авторов. Сегодня Татьяна старается и своим детям прививать любовь к чтению, ведь книга – это лучший источник знаний. Я думала, да, с кого начать. И вспомнила про Татьяну, потому что я знаю, что она мама троих детей. Она работает очень активно, работает с людьми. Я подумала, что она хороший собеседник и она настроена на общение. Этот проект Наталья Замарина мечтала реализовать давно. Первое мероприятие посетило около 30 человек – ученики начальных классов школы номер два. Встреча с интересным героем в формате беседы получилась увлекательной и познавательной. Я не знал о сказке водителей фрегатов. Сегодня я узнал об этой сказке. И у меня появилось желание прочитать ее. Был очень интересный рассказ, все было очень интересное. Мы ходим на эти мероприятия еще давно, и нам тут очень нравится. Проект «Детская история» нашел отклик в сердцах юных читателей. А значит, эта встреча запомнится надолго. А герои книги «Водители фрегатов» станут достойным примером для подражания. Ирина Бокова, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.